Армянство раскололось. Впервые за многие годы церковь, диаспора и политики противостоят друг другу. Начнем с истории. В 1882 году российский царь Александр III принимает решительные меры против армянского национализма и дает соответствующее указание министру внутренних дел Толстому. В рамках этих мер в 1885 году было закрыто 160 армянских приходских школ. В конце 1880-х распоряжением правительства почти все армяне были уволены с высоких государственных должностей в России. В марте 1889 года вышел царский указ об исключении истории и географии Армении из школьных учебных планов. Чуть позже, в 1897 году царский наместник на Кавказе, князь Кригорий Сергеевич Голицын обратил внимание царя на опасную тенденцию. Речь шла о том, что в Тифлисе и Баку армяне захватили всю власть, а армянская церковь способствует революционизированию местного населения. Что это? Еще один геноцид армяны или реакция на содеянное? Как и в случае с мнимым геноцидом, это была реакция на действия, совершенные армянами. Обратимся к сегодняшнему дню. Совсем свежие мартовские события 2024 года в грузинском армянонаселенном регионе Самцхеджевахете, когда армянская церковь получила задание от внерегиональных сил, управляющих республикой Армении, дестабилизировать обстановку на Южном Кавказе, используя имеющиеся в ее руках рычаги. Религиозное противостояние, спровоцированное в связи с началом месяца Рамазан в Самцхеджевахете, явилось первой ласточкой в этих провокациях. Напомню, что в селе Адыгине этого грузинского региона группа провокаторов, возглавляемая местным священником, решила помешать мусульманам совершить пятничную молитву. Возникло противостояние, что заставило официальные структуры страны принять меры. На место было выслано большое число полицейских. Управление мусульман Грузии выступило с заявлением, в котором подчеркнуло, что свобода вероисповедания защищена Конституцией Грузии. Изучение истории показывает, что армянство работало против государства во всех странах своего проживания. И работа эта осуществлялась не в целях улучшения условий жизни людей, совершенствования государства и его управления, а в целях его разрушения, как минимум нанесения ему ущерба. Сегодня в России вновь начинают понимать ту роль, которую играло и играет в нем армянство. Одного юга России, называемого армянством Северной Арменией, достаточно Сочи, Армавир, Краснодар, Ростов, присоединенная к ним Абхазия и так далее. Думается, армянское участие в провале внешней политики Франции также рано или поздно станет предметом детального анализа соответствующих французских аналитиков. Но вернемся к России. Известный литовский профессор Альгимонтос Лекис пишет, С самого начала Хавека армяне все настойчивее стали предъявлять претензии на свои земли и обосновывать воссоздание на них армянского государства. Естественно, что все это возмущало автохтонов, азербайджанцев, грузин, курдов и других, предки которых не знали, кто такие эти армяне переселения народов на Кавказе-20. Вследствие этого, в 1902 году российский царь Николай II издал указы о конфискации имущества армянской церкви и о закрытии армянских школ, а также о полном отстранении армян от участия в городских выборах. А когда в 1903 году российские власти взяли под контроль наложили секвестр имущества Ичмядзина, католикос Мкртыч публично проклял царствующий дом Российской империи. В свою очередь, русская православная церковь предала армянскую церковь Анафеме. Накануне первой русской революции во многих армянских церквях и приходах по всему Кавказу были обнаружены тайники оружия, боеприпасов, нелегальные типографии. Мы начали с 19 века, когда в России разоблачили сущность армянской церкви. Церковь заменяла у армян государство, поэтому выполняла все присущие ему функции, в первую очередь, контролировала финансы, вооруженные силы, разведку и так далее. Отсюда и армянский терроризм, признанный научным сообществом в качестве разновидности международного терроризма. Уже известный нам профессор А. Лёкис пишет теперь, об армянской церкви, которая является перманентным общеармянским лидером армянства. В данном контексте имеется в виду триада церковь, партия, диаспора. Это специфическая форма армянского троевластия, в котором роль первой скрипки принадлежит Ичмядзину. Именно с ним, в первую очередь, связана противоправная активность армянства на Кавказе, направленная на реализацию его идей и целей, прежде всего на осуществление мифологемы-идеологемы Великой Армении от моря до моря. Вместе с тем, в прошлом, не надеясь всецело на Российскую империю, по изложенным выше причинам армяне предпринимали собственные попытки для создания на Кавказе своего государства. И в этом их главной опорой и надеждой была армянская церковь. Важная роль этого института особенно рельефно проявлялась как в периоды отсутствия армянской государственности, так и в том, что армяне перманентно проживали и продолжают проживать в широкой диаспоре в Спюрке. В таких форс-мажорных реалиях, естественно, армянский этнос могла объединить и объединяла религии, то есть, в данном случае, армянская церковь, игравшая руководящую роль. К тому же эта церковь — единственный объединитель в период более чем 500-летнего отсутствия армянской государственности и многовековых миграционных скитаний армян. Сегодня, в Хаае веке история повторяется, армянские политики у власти встали на путь строительства мирных отношений с соседями, а церковь и Спюрк восстали против этого. Естественно, они сами по себе. Диаспора во Франции увеличила расходы на коррумпированных политиков с указанием конкретных целей, кстати, идущих вразрез с государственными интересами Франции. Просматривается и активность Кочерино-Сарксяновского сепаратистского карабахского клана. А церковь в союзе с оппозиционными политиками принялась расшатывать государство, которое налаживает отношения с соседями, чтобы обрести субъектность. Что же хочет церковь? Государство впервые в истории Армении строит ей границы, идет исторический процесс — уникальная возможность для армян закончить оформление искусственно созданного государства. До этого армяне не имели государства с границами, и возможно именно поэтому они мечтали и строили Армению без границ, иначе говоря Армению от моря до моря. Церковь выступила против, возглавив протесты, которые раскололи, казалось бы, единую общность армянства. Почему это происходит? Мне кажется, по двум причинам на первый взгляд, друг с другом не связанным, но в итоге направленным к единой цели. Первую причину обозначил профессор А. Лекис в приведенной цитате об отсутствии армянской государственности, которая подменялась церковью. А мы выше, в свою очередь, раскрыли этот тезис применительно к сегодняшней ситуации в Республике Армения. Уж слишком заманчиво для церкви взять бразды правления страной в свои руки. Вторая причина, отсутствие субъектности Республики Армения, ее управляемость покровителями. Эта традиция уходит глубокими корнями в историю, армянство находило себе покровителей, затем предавало их, вновь находило и вновь предавало. Показательна в этом плане докладная записка Тифлисского военного губернатора о желании армян-нестариан, проживающих в Персии близ Салмаста, принять поданство России о готовности их действовать совместно с Россией против Персии, главноуправляющему за Кавказским краем от 4 июня 1827 года. Документ очень показательный, и хотелось бы привести его целиком. А взрюмский купец Антон Грекуров все и логли донес словесно Тифлискому военному губернатору следующее, а тетце оф мой Грекур все и логли и самых давних времен, имел желание вступить во поданство всероссийского императора и желал усердием ко престолу его и потому старался всегда изыскивать средства ко оказанию приверженности свой российской державе, дабы мог бы при новом поданстве удостоиться тех же почестей, какими пользовался и пользуется он при пашах Турецкой империи. Родитель мой неудостость доселе счастья быть в отчисле верноподанных России по причине ненахождения случая заслуживающего внимания начальства, приказал меня теперь уведомить правительство ваше, что народ называемый нестариане, обитающий во горах имидийских во 12 часов езды до города Салмаста, персиянам принадлежащего числом от 50 тысяч до 60 тысяч дворов, кои по поверхности хотя и принадлежат турецкому султану, но они совершенно не признают над собой у верховной власти его. Народ нестарианский, находясь во вечной вражде и персиянам его случай какого-нибудь притеснения со стороны их, объявляет войну и ведет ее бед с всякой помощи и позволения турецкого султана. Из вышеописанного обстоятельства ясно видно, что вооружение нестарицеев против персов начальством вашим, или отцеом моем либо мной не может быть сочтено нарушением мира между Российской и Турецкой империями. К осему нужным нахожу приобщите то, что народ нестарианский кроме своей собственной силы имеет в соседе своим союзника, принадлежащего к числу племен курдистанских и называемого балбасами, коей храбростью и мужеством отличаются от всех народов, тот край населяющих, причем обязан донести, что народ сей весьма может быть легко вооружен Шахзадою против русских, ибо находится весьма во бедном положении и легко прельститься деньгами кое мажет предложить им Шахзада. Что же касается досредств каким образом склонить их ко стороне русских то я нахожу следующее, патриарх нестарианский марсиман, жительствующий в городе Гармиания, управляет ими почти самовластно и имеет влияние на соседственный народ балбасов, коих мажет весьма легко вооружить против персов, а потому нужным нахожу написать ка нему письмо, вокоим обещать как ему, так и управляемому им народу, что государь-император в воздаянии службы их и усердие ко правительству вашему всегда будет готов покровительствовать и защищать его и народ им заведуемый от всех как настоящих и так и будущих врагов их. Письмо сие для вручения во собственные руки патриарха, должно быть дано мне, которое отнесу к нему, отправясь туда и тремя проводниками, из коих один мой переводчик. Я полагаю, что убеждением русским поверят они весьма скоро, ибо уверены они в его непобедимой силе российского воинства и надеются завоевание Адербиджана, близко коего имеют они жительство свое, после чего и они будут благоденствовать под скипетром российского монарха. Если же правительство угодно будет вытребовать их беков для переговоров, то во таком случае нет затруднений и стоит только пригласить их. Даже не откажется приехать к вам и племянник патриарха. В заключении доношу вашему превосходительству, что ежели правительство ваше не пощадит денек и пошлет книстериан ЦЭМ, то склонить их к вооружению против персиян я не предвижу никаких препятствий. Из этого документа четко видно, как армянство выторговывает у России такие же привилегии, какими пользовалась у прежнего хозяина, отет ЦЭОФ Мэгри Курсёй Логли. Старался всегда изыскивать средства к оказанию приверженности своей российской державе, дабы мог бы при новом поданстве удостоиться тех же почестей, какими пользовался и пользуется он при пашах Турецкой империи. Он не жалуется на притеснения, он продает хозяина и выторговывает такие же почести, какими уже пользуется у того, кого продает. Это было ровно 200 лет назад, и ничего не изменилось. Армянство все так же выторговывает себе благо, продавая старого хозяина. Опереточный поход в Иреван священника Баграта Галстаняна, его неконституционное выдвижение кандидатом в премьер-министры, периодические демонстрации и шествия, обязательно сопровождающиеся столкновениями с полицией и насилием, которые Запад не замечает, открыли новую страницу в армянской истории. Думается не самую лучшую, но достаточно показательную. Эти саморазоблачения, на наш взгляд, должны заинтересовать объективных и непредвзятых наблюдателей. Им следует также обратить внимание и на такую деталь, церковь поставила задачу сократить цепочку в управлении несубъектной Армении и покровители, церковь, государственная власть путем поглощения последней. Она возжелала управлять страной сама, покровители, церковь. Прецеденты уже есть. Вопрос обретения субъектности республики Армения должен быть отложен. И еще. Если в стране, претендующей называться демократией, оппозиция не только допускает мысы, но и добивается прихода к власти путем насилия, то этой стране о демократии приходится только мечтать. Я думаю, теоретики либеральной демократии со мной согласятся. В демократической стране политики уважают выбор народа и добиваются его голосов, чтобы прийти к власти в соответствии с Конституцией. Так что покровителям республики Армения и армянства есть о чем подумать и над чем поработать.